В Новый Союз КМНС вошла Лилия Тайборей, уроженка посёлка Красное. О целях и задачах организации жительница округа рассказала нашей съёмочной группе. Лилия Тайборей, жительница посёлка Красное, предприниматель, мастерица и просто женщина с доброй душой, вошла в новую организацию Союза коренных малочисленных народов, которая была открыта в декабре 2020 года. Главная задача организации – это отстаивать права северян на осуществление традиционных промыслов, помочь в реализации проектов предпринимательской деятельности и многие другие. Сохранить север, сохранить промыслы, развивать предпринимательство среди местного населения. Я даже не имею в виду именно национальных, коренных малочисленных, я имею в виду в принципе, кто живёт на севере. На вводном семинаре «Сохранение промыслов и развитие предпринимательской активности коренных малочисленных народов Арктической зоны» в городе Дудинка были поставлены первоначальные задачи и определены роли членов организации. Представители Севера России собрали в Дудинке по инициативе долганского общественника и депутата Сергея Сизаненко. До этого всё мы общались онлайн. Я даже пока вначале не совсем понимала, на самом деле, для чего мы собираемся и как мы будем эти задачи вообще решать. В настоящее время интересы коренных малочисленных народов Севера на территории Ненецкого округа представляет Ассоциация Ненецкого народа «Есавей». В России уже много лет работает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, возглавляет которую депутат Госдумы Григорий Литков. Есть у нас Райпон, есть Григорий Петрович Литков, но я думаю, что мы просто в помощь будем ему, потому что у них очень много задач, у них очень много социальных задач, и полностью охватить, полностью, наверное, это будет не совсем возможно, или это просто будет долго. А мы, мы в помощь будем как раз и Райпону. Лилия Мартыновна думает о развитии округа и считает первостепенной задачей сделать жизнь в окружных сёлах более комфортной, чтобы одинаково хорошо и уютно себя ощущали и молодёжь, и старшее поколение. Самая главная задача сейчас – общаться, наверное, с людьми, выявлять конкретные, ну, допустим, проблемы или какие-то, может быть, в чём-то, в законах какие-то есть неточности. В качестве примера Лилия Мартыновна отметила ситуацию в детских учреждениях. В детском саду у нас очень многие дети не едят рыбу, не любят, потому что привозят рыбу вообще неизвестно откуда. И, то есть, получается, что вроде рыба у нас же она вкусная, но у людей, у детей просто такое, в голове создаётся впечатление рыбы – это фу. Для решения проблемы, считает Лилия, имеет смысл наладить механизмы передачи рыбы от местных рыбаков? В детские учреждения. И подобных задач еще много. Я хочу, чтобы в первую очередь развивали именно, чтобы сами северные люди, кто здесь живёт, они сами этим занимались в первую очередь. Понимаете, мы лучше всех знаем, как нам жить. Нам нужно самим что-то делать, двигаться, развиваться. И уже более доступным языком доносить тем людям, которые принимают законы. Лилия Тайборей поделилась впечатлениями от недавней поездки. Это был первый выезд за пределы округа за последние полтора года. Я туда летела, я летела туда навстречу солнцу. Потому что всё время летишь, и каждый раз солнце, это такое классное было ощущение. И сам семинар, мы вот уже прилетели в 8 утра, немного отдохнули, в 2 часа мы уже начали работу. У нас, нам всего было дано 2 дня, и мы уже начали работу. Знакомство, общение, делились опытом. Телеканал «Север» желает Лилии сил и энергии для реализации задуманного и достижения поставленных целей.